МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Я немного должен перед вами извиниться, поскольку несколько минут у нас задержалось, но все очень просто. Наша гостья, она практически с самолета, с самолета из Израиля, она в студию, после студии у нее опять масса пример, и поэтому все успеть, да еще в понедельник, да еще в начале недели, это очень непросто. Ну, в общем-то, у нас сегодня действительно такие гости, которые, ну, во-первых, это прекрасные женщины, и всегда, знаете, подождать 2-3 минуты прекрасных женщин, это я не считаю большим таким, ну, недостатком. Это, наоборот, достоинство. Мы понедельник утром имеем на это возможность, и мы приглашаем наших гостей. У нас сегодня прекрасные гости, и вас ждет очень интересная встреча, поэтому я староплюсь скорее их представить. Лидия Вайнберг, директор русского отдела UJ Federation. Я правильно произношу? Я все произнес правильно. Здравствуйте, Лидия. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. И у нас гостя, которая говорит пока что только на английском, но мы настолько будем много говорить и на русском тоже, что я надеюсь, что она в будущем и научится русскому языку, поскольку другого выхода у нее просто нет. Лаура Бялис, директор, продюсер, режиссер, фильм «Рефьюзник». Ну, не только фильм «Рефьюзник», насколько я понимаю, поэтому мы об этом будем говорить. Но «Рефьюзник» это то, что у нас сегодня для вас как бы самое такое жареное, самое такое горячее, о чем есть говорить. И, в общем-то, это с нами у нас сегодня продолжение того разговора, который мы начали в прошлом месяце, в апреле месяце. Я сказал, что в рамках программы «Контакт по понедельникам» мы с вами начинаем новую рубрику. Новую рубрику, которая посвящена 40-летию начала, исхода, выхода из бывшего Советского Союза и 20-летию марша на Вашингтон, который предприняло американское еврейство, для того, чтобы «let my people go», дать людям, моим людям, нашим людям, дать возможность выйти из страны Советов, как оказалось, в общем-то, диктаторской страны. Ну, а сейчас я с удовольствием хочу представить гостей, не просто уже по именам, но и по тому, чем они серьезно занимаются. Тем более, что у нас есть хороший повод. Вчера, вчера, UGA Federation, это большая организация, в общем-то, Лидия сейчас расскажет, проводила вчера прекрасный вечер. Вечер – это годовой такой вечер, который проводится ежегодно. И что там было, Лидия, пожалуйста, что это такое? 19 лет тому назад мы создали русский отдел в рамках UGA Federation в Нью-Йорк. Только из-за того, чтобы мы могли рассказать нашим всем новоприезжим с бывшего Советского Союза, что эта организация для нас сделала. Мы просто хотели продолжать традицию этих прекрасных американских евреев, которые воевали за нашу свободу, не видя нас, не знали наши имена, они только знали, что евреи в бывшем Советском Союзе не могут идти в синагогу, не могут гордо гордиться тем, что они евреи. И здесь начали воевать за нас. Меня лично и мою семью помогли нам выехать из Советского Союза в 1957 году, когда… Это даже более чем 40 лет тому назад. Даже более… Вы даже еще до этой даты, до этого фильма… А я хочу вам сказать, что я была частью этого фильма. Мы ехали в Вашингтон. Мы 40 лет тому назад ходили по 5-й евреев с плакатами. Ну, секундочку, Ирия, одну секундочку. Я знаю, что Вы возглавили отдел буквально несколько лет назад. А вы ходили тогда еще не от отдела. Вы еще ходили… Я хочу… Нет, Вы знаете, мы ходили от UGA, мы ходили от еврейской организации. Это одна из самых больших организаций, да? Это одна самая большая организация. В мире? Это в мире. Это филантропическая организация, которая… Этой организации нет границ. А для чего она вообще существует? Защитить, помочь… Вот все, что Вы скажете, наверное, у меня нету достаточно этих, я не знаю, как по-русски сказать, adjectives, чтобы сказать, что эта организация делает. Если нужно пожилым людям, нужно детям, больным, а все, что может произойти, когда мы знаем, что кто-то, где-то в мире, какой-то стресс, мы все делаем возможно и не всегда знаем, что это наша организация. То есть, там сотни людей работают для того, чтобы помочь евреям во всем мире. И вдруг, то есть, не вдруг, а 19 лет назад, появился русский отдел. Это не было вдруг. Это не было вдруг. Все произошло очень много лет тому назад, когда они узнали, что в бывшем Советском Союзе есть польские гражданины, которые без бумаг, без ничего застряли в Советском Союзе, когда закрыли границу, как мой папа, как моего мужа папа. Они застряли в Советском Союзе, потому что они не знали, что вдруг закроют. Во время войны они убежали. Мой папа родился в Варшаве. Они перешли границу в 1939 году, он с друзьями, и очутили в Средней Азии, в Узбекистане. Они там, они войну, к счастью, не видели. Вся его семья, моего папы, бабушка, тетя, дедушка, прадедушка, все погибли в Варшавском гетто. А мой папа, юный парень, он очутился в Средней Азии. Он познакомился с моей мамой. День Победы. И они вернулись там, где моя мама родилась. Моя мама родилась, это была Молдавия, Румыния. А, конечно, Советский Союз взял этот кусочек. Они приехали, и там, конечно, когда закрыли границу, там и я родилась. Вот это, как бы, эта часть, маленькая часть, всей истории. Никто не знает, только американские люди, люди, вы посмотрите, как мы здесь живем. Они должны волноваться только, куда дети пойдут, какой шаг летят. А вот вчера, вчера на этом вашем грандиозном балу, который бывает на разгаре. Результат? Да. Вот результат? Вы вдруг приглашаете американскую девушку, молодую, кинематографистку, и она, ну, подымается на сцену, но оказывается, много в зале уже людей видели этот фильм, который называется «Реклюзник», и «Отказник», и вы ей говорите спасибо, говорите американской девушке, которая по-русски не разговаривает. Лаура, вы не разговариваете по-русски, ты не разговариваешь по-русски. Я, unfortunately, не говорю русский, и я могу только сказать несколько слов, «Спасибо большое». Да, наши ответители понимают, что она не говорит по-русски, кроме «Спасибо, пожалуйста». Но фильм, который ты сделала, ты сделала фильм «Отказник». Скажи, пожалуйста, почему вдруг у тебя есть какие-то корни русские, у тебя есть дедушка, бабушка, у тебя кто-нибудь приехал из России, и ты знала эту историю, как все произошло? Какая-то из моей семьи, как Лилия, часть моей семьи была из Полиции, и часть была из России, но они приехали много-много-много лет назад. Много-много лет назад. Много-много лет назад. Но, с другой стороны, скажи, пожалуйста, это было давно, и жизнь русского еврейства сегодняшняя, она ведь не была тебе близка. Почему ты вдруг занялась этим фильмом и этой проблемой? Я делала фильмы о том, что я делала, что я делала, что я делала, Я переведу буквально коротко, но все-таки переводить нам придется. Кстати, я хочу сказать, что Лаура, она получает английский перевод. Сейчас у нее, так сказать, есть наушник, поэтому все, что говорим мы с Лидой, она все понимает и знает. А нам немножко надо будет переводить. Лаура была студенткой Стэнфордского университета, ее главная специальность – история. И она интересовалась историей, прежде всего, европейского Европы, европейского еврейства. И поэтому, как бы, занимаясь историей и занимаясь европейским еврейством, это было близко ей, чтобы сделать этот фильм, тем более, что кино – это было ее увлечение. Лаура говорит о том, что все, что связано с Сталином, с Сталинским периодом, диктатурой, все это было для нее очень интересно. Она очень много об этом читала, и поэтому мы сейчас с вами смотрим начало этого фильма, который называется «Рефьюзник». Я хочу, чтобы хотя бы… Мы не можем показать. Фильм идет 2 часа, 2 часа 120 минут, и этот фильм будет показан в кинотеатре в Нью-Йорке, и он начнет показываться буквально через пару дней. Мы об этом сейчас… Да, мы об этом, Лида, расскажет более подробно. А сейчас давайте хоть немножко будем смотреть, иначе, получается, у нас говорим о фильме, который мы пока еще с вами не видели. Итак, первый эпизод, пожалуйста, покажите. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это такой маленький эпизод. Пока подготовят как бы следующий эпизод, я хочу сказать, что многие кадры, которые в этом фильме есть, я смотрел, я смотрел его два раза. Два раза я сидел, смотрел этот фильм, он настолько интересен и настолько как бы мне знаком, и в то же время он открывает какие-то совершенно новые стороны. Лида, скажите, пожалуйста, вы смотрели этот фильм? Да, конечно, даже не только смотрела, пригласила в наш зал 150 человек, которые пришли в UGA посмотреть фильм «Рефьюзник», и до сих пор в восторге. И мы очень ждем 11 мая пойти еще раз, например, и Шаранский приезжает. Натан Шаранский приезжает специально. Специально, да. Он вчера не мог приехать только из-за того, что из-за 40-летия он приглашен в Израиле на очень многих мероприятиях, но 11-го он обещал 100% быть. То есть я понимаю так, что вот вы, прошедшие столько лет, и отказы, и приезды, и все это. Как вы считаете, вот эта американская молодая девушка, которая никогда не говорила по-русски и очень мало знает Россию, она действительно поняла, что происходило? Я не только думаю и знаю, я вижу, я в восторге от того, что вот молодая студентка, которая серьезно может только думать, как пойти шаппинг, выйти замуж, она поехала, и она выслушивала все проблемы и все тяжести, что эти люди прошли. И она не только ехала в высший Советский Союз и в Израиль, и везде, чтобы получить это чувство. В этом фильме она еще показывает одну маленькую, это что американские евреи и весь мир делал во время, когда вы были закрыты за этим железной... Да, ну давайте следующий маленький такой эпизод, он связан с медиками, с медиками и вообще, потому что мы порой забываем историю. Мы забываем о том, что порой на передачу даже люди звонят и говорят, ну о каком антисемитизме могла быть речь? Я жил спокойно, никто мне ничего не сказал. То есть забыть историю, это значит опять в нее окунуться, попасть в нее уже опять. Давайте мы посмотрим сейчас эпизод, связанный с врачами, мне кажется, он такой характерный очень. Пожалуйста, покажите нам. Я чувствовал, что невозможно просто сидеть и ждать, когда придут и начнут тебя бить. Мы решили организовать что-то вроде бригад самообороны. Поскольку мы были в меньшинстве, это кончилось достаточно печально для нас. Меня и одного моего друга поймали после занятий и избили до потери сознания и даже закопали. Но мы выбрались из этой импровизированной могилы, ограничились тем, что пошли в милицию. Ну там офицер выслушал нас и сказал, ну-ка давайте убирайтесь отсюда, жеденята, пока я вас не посадил. Университет составит трех факультетов. Я закончил школу с золотой медалью. Это означало, что я получил высшие оценки по всем предметам. И это, согласно законам того времени, давало мне право поступления в любой институт или университет без экзаменов по моему выбору. Тем не менее, я не смог поступить по своему выбору. Там мне ясно говорили, что, конечно, если ты настаиваешь, парень, то мы возьмем твои документы. Я была очень уверена, что я поступила, потому что не было ни у кого таких оценок, и у меня было отлично все. Когда я пришла смотреть списки, меня в списках студентов не оказалось. Вот это первый раз, когда очень больно я столкнулась с антисемитизмом. Вот так больно столкнулась. Скажи, пожалуйста, Лаура, как долго вообще ты работал над этим фильмом? Сколько времени заняло для того, чтобы вникнуть, чтобы собрать этот весь материал? Я, когда фильм закончился, я посмотрел, в течение, мне кажется, двух или трех минут идут титры и благодарности. Благодарности, благодарности организациям, благодарности людям, которые... Слушай, огромное количество. Только перечислить эти фамилии, сколько времени все это... Пять лет. Это взяло у тебя пять лет. Пять лет. Но ты такой хороший менеджер, такой хороший организатор, что ты могла русская сторона, израильская сторона, американская сторона. Слушай, как тебе удалось это все? Дело в том, что, когда я вступила в этот проект, я не знала, что я вступила в это. Я делала еще один фильм о шоуах, о шоуахе... Когда я начинала этот проект, я даже не могла себе представить, вообще, чем я буду заниматься и как это все будет выглядеть, поскольку я не видел ни одного фильма на эту тему. И мне было предложено, что я сделала этот фильм о американском активисте, который, в самом деле, был в том, что в начале я предполагала заниматься американскими активистами. И особенно я знаю, что Лаура занимается вопросами прав человека. Это не единственная ее работа, мы еще об этом поговорим. Но вот, как бы, это было последнее. То есть, в начале я думала, еще раз я повторяю, что это будет фильм о американских активистах. Но потом эта вся история стала все глубже и глубже уходить. Она стала захватывать уже, как бы, и отказников, которые отдельно стояли. И все это стало настолько глубоко и широко, что меня это все захватило. Когда я начинала интервью, это было в Израиле, и я думала, маленькие какие-то истории. Но когда все это, я проделала какую-то работу, я увидела, что это потрясающе. Это просто привело меня в шоковое состояние, поскольку это было огромное, огромное количество историй и жизней, которые я узнала. И это было все у меня в руках, и для меня это было просто шоковое состояние. Это практически меняло мою жизнь, мой опыт. Это было настолько потрясающе, настолько огромное, весь этот материал, в который я входила. И это было для меня очень важно. Лида, я хотел вас спросить, скажите, пожалуйста, а вот на вас фильм произвел такое впечатление, что как бы ваша жизнь тоже, ну, как бы, менялась под впечатлением фильма? Или, по крайней мере, вы были под впечатлением, что вы что-то такое узнали новое, открыли для себя? Вы знаете, к счастью моему, мне повезло, что меня вывезли из Советского Союза, как я раньше сказала, в 57-м году. Я помню, вот когда начинается фильм, где солдаты, это чувство, что мне вот напомнило что-то, что я даже не могу это объяснить, этот страх. Я здесь была, когда в 67-м году, после шестидневной войны в Израиле, как вся еврейская комьюнити здесь разбудилась, и как начали здесь кричать, let my people go, и начался вот у нас здесь был проект, Exodus, давайте вывезем наших евреев, давайте соединим наши семьи. И я могу сказать, что я была часть, я имела privilege, значит, там почувствовать это, а здесь видеть, насколько воевали американские евреи за это. Вот этот фильм я была счастлива показать и моим всем лей-лидерс на моем борде, которые сидят в UGA, и американцам, и американским евреям. Потому что, во-первых, мы им очень много должны за то, что они разбудили этот вопрос и открыли, они фактически открыли границу. И вот эта стена, она поломалась только из-за того, из-за этой силы, то, что мы здесь воевали и мы связались. Если мы говорили так, и они должны, наши евреи в Советском Союзе, молчать, а мы здесь молчать не будем. Окей, давайте посмотрим еще один следующий эпизод, чтобы у нас все-таки было немножко фильма, немножко разговора и немножко впечатлений. Пожалуйста, следующий эпизод. Я жил в Москве, большой культурный столичный город с огромными прекрасными библиотеками. Я еврей, я хочу прочесть о еврейском народе, о том, что происходило с нами, о моей культуре. Я отправился в библиотеку Ленина, я пытался найти в каталогах, я пытался найти где-то в книжных магазинах. Нигде не было ничего, не было никакой еврейской литературы. Он предложил мне учить меня хибру, то есть ивриту. Я помню, тогда даже еще не знал, что такое иврит, я стал мне расспрашивать, что это за язык. Он мне говорит, это язык государства Израиль. Но для меня тогда государство Израиль, это было все равно, что иная планета. Мне один мой приятель предложил книжку почитать. Книга эта неофициальная. Но эта книга не книга была, это было напечатано на машинке. Много страниц, и при том, это была не первая копия, очень плохо было читать. Вот столько страниц. Мне дали только на один день эту книгу, на один день. Это я помню, мы читали, по-моему, 18-20 часов подряд, всю ночь я не спала. И поэтому я всю ночь я не спала и пошла на работу. Это действительно, да, это был важный момент, Эксодес. Эксодес. Лаура, вот буквально несколько дней назад умер капитан Эксодуса, которому было 90 с чем-то лет, он жил в Израиле, и он умер. И в новостях я об этом рассказывал. Ты знаешь, мне было сложно, нам было сложно найти кадры, видеокадры, в которых было бы показано, вот как действительно это все. Я смотрю, у тебя кадры все это есть. Это тоже ведь огромная работа, которую ты проделала в архивах. Мы были, это часть нашей, что произошло в этой огромной продукции, мы были люди, которые исследовали в целом мире, и в некоторых случаях я пошла в разные архивы в Израиле, в Москве, и в том числе и в Украине. Ты как бы в контакте с этими людьми всегда можешь к ним обратиться с просьбой на тот или иной материал, да? Абсолютно. Значит, дело в том, что у Лауры есть как бы организация, которой она руководит, это Foundation for Documentary Projects. И она, это, скажем так, это организация, которая имеет прекрасные контакты и возможности получать многие материалы, быть в контакте с многими людьми во всем мире. И она получает эти материалы при какой-то необходимости. Дело в том, что, я открою секрет или не секрет, у Лауры это не первый фильм. У Лауры есть еще фильмы, и действительно, права человека, это ее как бы главная доминирующая идея жизни. Поэтому хотелось бы более еще о других проектах, хотя бы чтобы как бы объемнее представить, чем занимается Лаура, и почему она дошла до такого фильма. Мой первый проект был о выживших в Холокосте. И как это отражается в школах, да? Нет, они изучают программу, на этой программе они сделали класс в школе. А, класс в школе, значит, я не понял. И тогда я также recently completed with my co-director, my partner, John Aylor, we did a film about Kosovo, actually, it's called View from the Bridge. Когда? Когда это произошло? Когда ты делала фильм о Косове? Это было не опасно, это вообще как это делать? Фильм о Косове ты делала? Wait, translation? Я переведу вначале, да. Со своим партнером, со товарищем, она сделала фильм о Косове. И поэтому я спрашиваю, когда непосредственно она этот фильм делала, во время косовских событий или после событий, поскольку это было не так просто, это опасно, в общем-то, ситуация, непростая. We actually made the film after the events, and the film was about what's been happening in the years since the war. What does a post-conflict... One year or... No, 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 it's been like almost nine, eight, nine years since the war in 98, 99, almost ten years. So, the film tells the story of what happens after the war, in the post-conflict society. How does a society that's been separated heal itself? Can it come back together? Фильм Лоу рассказы, что они сделали этот фильм уже после событий, через, в общем-то, много лет, и они показали, а как это все отразилось на взаимоотношения между враждовавшими или жившими перед этим вместе народами и людьми, и как они теперь взаимодействуют, когда их вроде бы как разъединили, как все это выглядит. И вот тогда, Лару, буквально очень коротко ответ такой. Скажи, пожалуйста, вот то, что сегодня произошло с Косово, вот ты как автор фильма, ты считаешь, это правильно произошло, независимо, с Косово, или нет? Да, нет. Это очень тяжелый вопрос. Окей, ты тогда подумаешь, у нас просто подошло время, у нас рекламный перерыв, который после перерыва, после рекламы, мы с вами продолжим этот прекрасный разговор, как мне кажется, и о фильме, и организации, самой большой организации в мире, UGA Federation, в которой у нас есть сегодня гость, директор русского отдела, и Лаура Белес. Мы этот разговор продолжим сразу после рекламы. Это я, Валерика, в очках. Это опять я, уже без очков. Раньше я читала в одних очках, водила машину в других, теперь я делаю то же самое вообще без очков. Вы спросите, как? Институт лазерной микрохирургии глаза, доктора Леонардо Блея. Процедура Лейсик за 20 минут изменила мою жизнь. Измените и вы свою. Говорят, чудес не бывает. На самом деле, мы сталкиваемся с чудом каждый день. И это чудо – вода. В лаборатории Центра нетрадиционной медицины доктор Олег Ясько превращает обычную воду в исцеляющую, или, как говорят в народе, в живую. А молодиться, похудеть без гормонов и диет, восстановить сексуальность. Живая вода может все. Чудеса бывают. Обращайтесь к доктору Олегу Ясько. Измени свою воду, измени свою жизнь. Некрасивую улыбку на фотографии сегодня может исправить практически каждый. Однако красота улыбки так и останется на бумаге. В реальном же мире вам следует посетить стоматологическую клинику Майкла Гитлина. Косметическая и общая стоматология, импланты, мосты, протезы, лечение корневого канала. И вам по-настоящему захочется улыбаться, улыбаться и улыбаться. 718 769 41 16 Покупайте форум! Эта газета продолжает лучшие традиции еврейской прессы. Форум объединяет тех, кто неравнодушен к нашей культуре и традициям, кто с Израилем в радости и беде, кого волнует судьба каждого еврея, где бы он ни находился. Форум – это широкий спектр мнений, политика и здоровье. Спорт и судьбы людей – это реальная помощь иммигрантов. Читайте форум по-настоящему интеллигентную газету. Реклама – это вечный двигатель. А если он запущен в нужном месте и в правильное время, вашему бизнесу не будет страшна никакая конкуренция. По вопросам размещения рекламы на Арте, звоните. 1-800-222-27-86, добавочный 213. 1-800-222-27-86, добавочный 213. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня продолжение разговора о истории выхода, истории исхода, 40-летней истории, 20-летней истории марша, исхода из бывшего Советского Союза. Эту историю мы будем с вами много раз и рассказывать, и смотреть. Я надеюсь, что раз в месяц, по крайней мере, к этой истории мы будем возвращаться. Поскольку 40 лет многое забывается. Многие люди уже просто ушли, которые могли бы рассказать очень много хорошего. Остались какие-то архивы, остались у вас какие-то фотографии, записи. Это все уникально, это все неповторимо, это все настолько невозможно, даже представить, как это можно не посмотреть и не прочитать. Поскольку, но мы заняты, мы закручены, у нас много дел, мы занимаемся многими другими вещами, и мы все откладываем. Вот откладываем на когда-то, на потом. Потом не бывает. Наша жизнь – это сегодня, это сейчас. История делается сейчас. Вот сейчас мы сидим с вами у телевизора, смотрим эту передачу. Это уже история, то, что было минуту назад. И вот Лаура любит заниматься этой историей. Лаура – наш гость. Лаура Бялис – режиссер, продюсер и создатель фильма «Рефюзник». И, естественно, как я уже сказал, Лидия Вайнберг – директор русского дела UGA Federation. Еще раз мне бы хотелось спросить, Лидия, а вот фильм, который мы сегодня показываем, вы видите, как вы считаете? Его надо посмотреть всем? Его надо посмотреть всем. Каждому? Каждому. Эти, которые выехали из бывшего Советского Союза, они должны чувствовать эту силу, которая помогла им оттуда приехать. Американским евреям показать, что это оценили, что мы это оценили. Это должны все люди посмотреть, потому что свобода – это первое, что человеку нужна. и вот они дали нам… А вот где? Вы могли бы сказать точно адрес, где можно посмотреть? В Нью-Йорке, в других городах это будет? Или как? Лора мне сказала, это открытие 9 мая. 9 мая. Это мы говорим о Нью-Йорке. А в Нью-Йорке. Квад Муви Театр. И адрес? 23… Нет, нет, 13-я. 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 Да. В городе. Я разрешаю, что каждый, кто хочет видеть фильм, может мне звонить прямо ко мне в УГА. И я им скажу номер телефона. Да, пожалуйста. Я им помогу. Скажите номер телефона. Мой телефон 212-212-836-1632. 1632. Надо дополнительный какой-то? Нет, это прямо ко мне. Прямо ко мне. Вы не боитесь? Нет, я не боюсь. Вы знаете, приехало около миллиона евреев. Пожалуйста, звоните. Марина Дайнеко и я с удовольствием дадим вам адрес. И, пожалуйста, пойдите на этот документарий. Это правда. Это наша жизнь. Давайте посмотрим следующий эпизод. Пожалуйста, покажите нам следующий эпизод. Какая акция. Я сказал, вы думаете, мы можем получить enough kids together? Ты знаешь, и так далее. Микрофон включен? Микрофон включен? Да, я бы хотел здесь несколько комментариев, поскольку здесь идет на английском языке. Это вот американская история. Мы показываем о том, как американцы воспринимали заточение евреев. Это студенческие различные организации. Я правильно говорю? Это студенческие организации. Они были в Нью-Йорке, в Сан-Франциско. Вот мы видим просто, как это все выглядело здесь. Потому что вот тысячу студентов колледжа, да, они требовали, чтобы евреев выпустили из Советского Союза. Это все происходило одновременно 40 лет тому назад. То есть, с одной стороны, были отказники в Советском Союзе, их сажали, они сидели в тюрьмах, они вот-вот, пожалуйста, мы видим сейчас, они пели песни на ступеньках синагога, они выступали где-то. А кто-то в это время ходил по улицам Нью-Йорка с плакатами «Let my people go». Это были как бы взаимные какие-то такие мероприятия. Мы сделаем так сейчас. Дело в том, что мне очень приятно с вами разговаривать, и я хочу с вами разговаривать больше, но я знаю, что у наших зрителей наверняка тоже есть какое-то желание спросить, может быть, говорить. Поэтому, пожалуйста, покажите на экранах телефон, номер телефона нашей студии. И звоните, пожалуйста, участвуйте в разговоре. А мы пока поговорим с Лаурой. Лаурой, я знаю о том, что фильмы еще будем отсматривать, еще кусочки мы посмотрим, но, как любой творческий человек, ты уже живешь в будущем, уже ты смотришь вперед. Я знаю о том, что ты сегодня поменяла свою жизнь, ты уезжаешь жить в Израиль. В общем-то, ты сегодня живешь пока еще в Калифорнии, и вот из Калифорнии солнечно, я понимаю, там тепло и там тепло, тебе проще будет, но все-таки из Калифорнии ты уезжаешь в Израиль. Это повлиял фильм на тебя, или вообще как-то повлияло, почему вдруг Израиль? Гора говорит о том, что ей нравится, в общем-то, вся эта история, что с ней год назад, когда она закончила этот фильм. И она получила эмейл по интернету, она получила эмейл от организации из Сдерота. Да, из Сдерота, это город прямо возле Газа. Да, 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 мы сейчас поговорим, все знают Сдерота. Это город возле Газа, и они получают каждый день бомбы из Газа, космонавтики. Да, она расскажет о том, что это город Сдерот, который каждый день, каждый день получает удары из Газа, ракеты прилетают туда и бомбят. И я очень грустна, потому что я не видел это в нашей прессе. Это было год назад, и нет много прессы о том. Она говорит о том, что год назад она была немного смущена, поскольку в прессе она много об этом не читала. И вдруг я подумала, ну, что я бы сделала, если я была Глен Риктер или Яков Бернбом или один из американцев в моем фильме. что они бы сделали? Потому что я была так грустна. Она была настолько взволнована, скажем так, что ей захотелось знать, а что делают различные организации, связанные с права в Америке. Да, пожалуйста. Она говорит, как бы реагировали вот эти активисты, которые были 40 лет тому назад и не знали, что в Советском Союзе нет права человека для еврея. Так она говорит, что бы они сделали в этот момент, когда они бы слышали, что в Газе, что у нас вздерот происходит, как люди живут. И вот она вот подумала. спасибо. Ну, поскольку я кинематографист, у меня есть камера, у меня есть микрофоны, у меня все есть, есть газеты, в которых я могла прочитать то, что я могла, я отправилась в Израиль, в вздерот. Так это? И сейчас ты живешь в вздероте. Я живу в вздероте. А ты себя считаешь вздероткой сегодня? Ты приехала, прилетела из вздерота? И ты делаешь фильм об этом городе, и то, что происходит сегодня в городе? Да, я живу. И это очень день-то день-день ситуация. Я просто получила, когда я вернула из гала, я получила информацию, что у нас друг друга, который живет два блоки от того, его дом просто снижается. Она сейчас действительно живет в вздероте, Лаура. И она каждый день наблюдает эту жизнь, она снимает, она очень всем этим серьезно вовлечена. А вот буквально, когда она уже прилетела сюда, это было вчера, она прилетела на самолете, в это время она получила сообщение на своей почте о том, что буквально в двух блоках от ее дома, друг, два дома, два дома буквально от ее, квартиры, где она живет, упала ракета и разбилась. Но я действительно хочу сказать, что моя жизнь полностью изменилась из-за этого «РФУЗНИК» в фильме. Я не буду быть там, в «Стэроте», я не решила пойти в Израиле, я не буду поставить мои действия, где я сердце, я думаю, если не так много времени рассказывать историю «РФУЗНИК» «РФУЗНИК» и «АКТОВИСТ». И она не была сейчас бы в студии, она бы никогда не поехала в Израиль, она бы никогда не заинтересовалась здоровьем во всей истории, если бы не было вот этого времени, пяти лет, над которым она работала над фильмом «РФУЗНИК». Есть у нас следующий эпизод, пожалуйста, давайте посмотрим, и потом у нас есть звонки люди. Алло? Это вот американцы, да, американцы пытаются поддержать вот такие марши со священными. Это марш, да-да-да, это 20 лет назад. Это было в Лос-Анджелесе, да. Вот такие тысячи, тысячи людей с вещами. это были все евреи и неевреи. И вот вот это было отбивание моего вопроса. Белые, черные, белые, черные, евреи, неевреи, все, которые вообще чувствуют эту боль, несвободу. Окей, у нас есть звонки, давайте мы послушаем кого-то из наших телезрителей. Здравствуйте, вы с нами в студии. Кто у нас? У нас Шахно Сан-Диего. Здравствуйте. Алло? Да-да, здравствуйте, вы с нами. Я прошу прощения, что мы вас заставили ждать. Я думаю, что вы знаете не только мое имя, но и фамилию. Да, да. Я решил позвонить, чтобы сказать, что я потрясен этим фильмом, я потрясен вашими гостями, и я их приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Борис, у вас была моя книга об моем участии в Великой Отечественной войне. В день начала войны я закончил 10 классов в городе Киеве. И с этого момента я фактически начинаю свое участие в Великой Отечественной войне, поскольку я был допризывником. Я закончил с отличием школу. 9 лет я учился в еврейской школе. Я участвовал в войне и написал книгу всего 15 месяцев и вся жизнь. И там, поскольку это специально было посвящено участию в войне, я не мог подробно написать, что я окончил школу с золотой медалью, так сказать, то есть похвальной грамотой и имел право на поступление в высшую учебную войну. Да, большое спасибо. Войны, одну минутку. Да. Тут нужен вопрос, потому что если мы будем сейчас рассказывать истории, мы не послушаем наших гостей, а они уникальны сегодня. Вы подтвердите, что вы держали эту книгу. Да, держал, подтверждает. Координаты, куда можно написать. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое за книгу, спасибо большое за то, что вы нашли время и возможность эту книгу написать. Большое спасибо. И большое спасибо за то, что вы сейчас с нами вместе смотрите это, мне кажется, уникальную передачу и за ваш звонок. Лаура, скажи, пожалуйста, сегодня у тебя огромное количество, вот позвонил Шахнов, позвонил наверняка еще многие другие люди, масса историй. Что ты с ними этим всем будешь делать? У меня есть архив, говорит Лаура, огромный архив, сотни часов, которые как бы это все собрано и как бы сейчас это все у меня. Еще не решила, что у нас есть. Да, это все у меня, а дальше еще. One of my dreams, actually, and I don't know if it's going to happen, it's all, everything is about funding these days, so if we can get the funding to do it, we'll do it. But I have so many amazing scenes and pieces that we had to cut out to make a two-hour film. And I would like to make actually a series because we have enough material, amazing material to make a DVD series. У нее такое огромное количество не только вот как бы писем, воспоминаний, все истории, есть очень много и видеоматериала, много, и если, фильм, в общем-то, двухчасовой, но у нее такое количество, что можно было сделать сериал. Если были бы деньги. Если были бы деньги. Ну, это уже к вам. это к нам в мининг, наш народ. Да, я хочу сказать, вот, кстати, о деньгах, сказать о деньгах. Там есть много перечислено разных организаций, в том числе и EGA Federation, которые помогали тебе финансово. Ты же не могла бы все это поднять, это же огромные, наверное, финансы. Кто помогал? Это еврейские организации, это какие-то другие организации? А сколько они платили? Доллар, тысячу, сто тысяч активистов, вот, например. Прекрасно. У нас ждут наши телезрители, у нас есть звонок из Чикаго. Татьяна, здравствуйте. Татьяна, вы что здесь? Алло? А, уже отключил. Владимир, Сан-Франциско. Здравствуйте, Владимир. Да, да, вы в эфире. Алло? Да. Слушаем вас, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите? Да, да. Говорите. У меня, у меня вопрос к гостю. Вы можете говорить по-русски, она получает мгновенный перевод, прекрасный перевод. Хорошо. Значит, я 35 лет в Америке. Я один из отказников из Одессы, которая, это вот, I like it. эта передача немножко обо мне очень хорошо. Но у меня вопрос такой. Значит, почему бы ей не создать фильм о тех людях, которые с Сан-Луиса, с корабля Сан-Луиса, об их судьбе. Вот. Что произошло? Это бы было более критично. как Америка относилась к евреям во время Второй мировой войны. Хорошо, Владимир, большое спасибо ваш звонок. Можно мне сказать одно слово? Да, пожалуйста, Лидия. Не одно, три. Вот здесь суть нашей организации. К сожалению, мы все, мы учимся от жизни, от наших примеров. Вот, чтобы не повторилась вот эта наша судьба теперь, чтобы Америка не так реагировала к нашим евреям, как они реагировали во время Второй мировой войны, мы должны держаться вместе, мы должны поддерживать друг друга, и мы должны быть в одной организации, где у нас вместе сила. Это говорит директор русского отдела, или это говорит человек, который видит, что мы можем сделать, когда у нас есть сила, и когда мы все вместе. Тогда мы можем повлиять и на нашего президента, и на нашего мэйера, и на нашего говернера, мы тогда имеем слово, мы должны быть вместе, а не стараться друг другу сделать плохо и помешать. Из-за этого это очень хороший вы подняли вопрос. Но я хочу еще одну секунду, сейчас. Если вы видите нашу постер для РФУЗНИК, под названием наш слоган «Солидарит», «Страгал» и «Либерация». И первое слово «Солидарит». «Солидарит», 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 я мгновенно воспринимаю тебя и звонки. Я хочу перевод такой. Если вы увидите этот фильм, увидите постер этого фильма, вы увидите внизу слово «Солидарность». «Солидарность», «Солидарность», да. Но я хочу сказать, что вот заговорили о том, что было бы хорошо историю, например, связанную с кораблем «Сан-Флуис» и так далее. Но ведь как раз мне кажется, вот такого типа фильмы, такие типа истории, они подталкивают к тому, что, окей, этот кусочек истории мы знаем, теперь мы знаем больше, скажем так, немножко, но нам хочется знать еще вот это. И это, это как бы, вот такой, начинается лавина, люди начинают задуматься, слушай, а действительно можно снять фильмы об этом и об этом и рассказать? А я же знаю столько, я тоже. Вот за это надо благодарить Лауру, что она, она как бы, в общем-то, не очень крупный человек, она двинула, тронула этот вот лавину, которая обязана произойти. Лилия, вы согласны с вами? Я очень согласна и хочу сказать, вот видите, она сказала, ее организация, она работает, благотворительная организация, это все работает на грантах, если есть желание, надо найти спонсоров, надо найти доллар. Вы знаете, я всегда говорю, мне люди звонят и говорят, извините, что я не могу дать больше, я на SSI, я вам посылаю пять долларов, я им благодарна, если бы мне кто-то позвонил, сказал, что он дал пять миллионов, для меня это то же самое чувство, человек, который находит в себе это чувство в душе, это не сколько у тебя в кармане, это не прийти и сделать мне одолжение, это потому, что человек чувствует, и вот это, если есть желание сделать такой документарий, Лора, это не фильмы, это документарий, написать историю точно как была, через глаз людей, которые это пережили, и это очень прекрасно, но, кстати, вот несколько звонков, меня просили выяснить, мы говорим все время посмотреть фильм можно в Нью-Йорке, я, кстати, повторяю телефон, уважаемые, это не только мне, одну секундочку, я хочу, maybe you have сам... спрашивает, а Бостон, а другие города, можно где-то увидеть этот фильм, или это привилегия Нью-Йорка только? The film, first of all, it's not in Russian, but we have a website, www.refusenicmovie.com and there's a page, please try again your website, www.refusenicmovie.com Ну, мне кажется, произношение Лауры прекрасно английское, поэтому вы лучше поняли, как надо обратиться по интернету на веб-сайт, вы можете найти веб-сайт www.refusenicmovie.com И пусть позвонит нам в ученье. Я хочу сказать, что мы открываем в Нью-Йорке, и потом мы перейдем в Лау, и потом мы будем в Бостоне, и в Филадельфии, и это распространяется по всему страну, поэтому вы должны посмотреть в вашем районе. Да, действительно, фильм будет показан во многих городах, Нью-Йорк это только старт, и во многих городах страны этот фильм будет показан. А вот как лучше узнать, значит, мы с вами сказали, это www.refusenicmovie.com и, естественно, очень-очень великодушно со стороны Лидии Вайнберг, директора русского отдела, назвать свой номер телефона, по которому вы можете позвонить и многое узнать. Это не обязательно касательно, я думаю, что она знает много информации. 212-836-16-32. 212-836-16-32. Лидия, у вас есть помощница, Марина Дейнека, можно к ней ее тоже спросить. Она поднимает мой экстенсен. Она поднимет мой твитт. Да, пожалуйста, давайте. У нас много звонков, поэтому давайте иногда мы будем слушать. Один коммент, я просто хочу сказать, что она не будет там в театре для много времени, она будет там только в этой неделе. Поэтому нужно идти сейчас, Лаура желает начнить, что в Нью-Йорке, в Нью-Йорке не думайте, что это будет идти весь год, это будет всего идти одну неделю. В этой неделе. Вот, 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 вот. В этот выходные. И это все начнется, и будет идти всего одну неделю. Уникальное событие. Слушаем, слушаем, кто у нас на линии, пожалуйста. Алло. Алло, это я? Это вы. Очень приятно. Здравствуйте. Алла, Нью-Йорк, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я расцениваю как подвиг, как я восхищаюсь Лаурой. Я очень ей благодарна. Я одна из отказников, жила в Москве. К нам приезжали евреи из Нью-Йорка, из Америки, приезжали, вдохновляли нас, привозили экзотус в книгу, привозили запрещенную литературу, привозили лекарства нам. В общем, одно их появление было большим удовлетворением для нас всех отказников. Скажите, Алла, скажите, пожалуйста, вот вы из Нью-Йорка звоните, вы житель Нью-Йорка. Вы пойдете смотреть фильм? Обязательно. Хотя я почти нет транспортабельно, но я, конечно, пойду. Прекрасно. Спасибо большое. У вас есть какой-то еще вопрос к нашей гости? Я ей благодарна. Пусть дальше творит, потому что это, конечно, что-то такое новое, для евреев очень ценное, очень важное. Дай Бог ей здоровья, удачи и благополучия. Спасибо большое. Я могу еще добавить, вот эти американские евреи, которые ехали в Москву и привозили лекарства и книги, и все, они получали гранты от нашей организации, собирали здесь деньги, и вот это была их миссия. Вот это волонтеры, которые часть, они до сих пор у нас в ЮЧЛ. Люди, которые посмотрят, они смогут узнать вот такие тайные истории, которые делала там ЦРУ, делали Моссад, как они засылали людей, как передавали из рук в руки, передавали вот эту вот Тару, там, как оттуда, как оттуда. Это вообще можно создавать шпионские какие-то детективы. Детективы можно создавать. это была правда. Я также хочу сказать, что Лидия's организация была огромной, в том числе, чтобы восстать миллион тысяч русских евреев, которые в этот город. УГА Федерации. После того, Кэр, открыли границы, нас выпустили, имели гранты, где мы помогали. Может быть, не дали вам все и весь люксус, Но столько, сколько было денег, столько раздали на ресеттлмент, это значит, чтобы переехать, переселение, они должны были научиться язык, работу, переклассивировать, это все гранты, если кто-то столкнулся с Джойнтом, или кто-то столкнулся с Хаясом, или кто-то столкнулся с Наяном, кто-то с Ахнутом, это все гранты, это наша организация, это гранты, которые мы давали на эти программы. А сейчас вы тоже что-то делаете? Мы в этом году раздали 300 миллионов долларов, всем организациям, мы зонтик, мы не даем людям в руки, когда мне звонят, говорят, Лидочка, помогите, я с удовольствием, я могу направить в организацию, если все наши JCC, если вы идете в ShortFrontWise, если вы идете в JCH, все программы, все, что там есть, это гранты, которые дает наша организация. Мы, у нас есть... А вы имеете вес, вот вы, русский отдел, вы можете что-то такое нажать, утвердить, чтобы какие-то русские организации, русские проекты, все это были переданы теме? Что значит русские? Русско-еврейские. У нас такого нет, мы хотим, чтобы все были американцы, мы русскоговорящие евреи в Америке, я бы очень хотела, чтобы когда смотрят на нас и американцы, и мы сами, чтобы мы себя считали гордыми, американскими гражданами, которые говорят тоже по-русски или родились... Знает еще и заодно русский. Да. Прекрасно, Лидия, прекрасно. У нас книжка есть, мы у нас 120 организаций. Дамы, дорогие дамы, да. Да, у нас 120 организаций, любой человек, который мне позвонит, я ему пошлю, и вы будете видеть, какие организации могут вам помочь. Уважаемые дамы, наше свидание в эфире медленно подходит к концу, время есть время. И поэтому я хотел бы первое, еще раз повторить номер телефона, по которому можно связаться, да, 212-836-1632, и вам с удовольствием ответит или Лидия Вайнберг, это директор русского отдела UGA Federation, или ее помощник Марина Дейнека. И я хотел бы, чтобы ты успела что-нибудь такое сказать, например, что от тебя ждать в ближайшее время? Творческое. Ну, первое, что я хочу сказать, я буду в театре, за большинство этого недвижения, начиная на фраде. То есть с тобой можно будет поговорить, я забываю переводить, да. Прежде всего она хочет сказать, что весь, всю эту неделю она будет находиться непосредственно в кинотеатре, и там вы сможете продолжить с ней диалоги свои, и высказать ей все то, что вы не успели сказать в нашей передаче, которая, к сожалению, подходит к концу. 5 секунд. Секунду, я хочу ваше впечатление о вчерашней нашей галле. Я хочу сказать, что вчера мы просто не успеваем все говорить, я успел сказать, что вы честовали вот Лауру, у вас было два прекрасных гостя, и вы честовали, да. Анна Каплан и Анна Шнур. Просто все очень, я вам обещаю, и я хочу с вас получить слово, что вы непосредственно придете еще раз на передачу, и мы поговорим только о русском отделе UGA Federation. Мы сегодня спасибо попросили, да. Да, спасибо большое. Все, уважаемые телезрители, я благодарю гостей наших, естественно, Лидию Вайнберг, директор русского отдела UGA Federation. Я, естественно, очень благодарен Лауре Бялис, которая создала прекрасный фильм «Рефюзник», «Отказник», и сейчас делает фильм о здоровье и переезжает жить в здоровье. И я благодарен вам, уважаемые телезрители, за этот час, который вы провели с передачей «Контакт по понедельникам». Велаю для вас Борис Тенцер. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И дверь оставила открытой. И что? Вместо нее пришла Катя. Да. Для чего? Откуда она взялась? Зачем? Да не знаю я. Может, она Костю искала. А ты не мог ее сразу выпроводить? Сказать, что ты ждешь Машу? Да пытался, Жень, пытался. Но она начала говорить, что раскаивается за свои там прошлые выходки. И желает нам с Машей счастья. Ох, как трогательно, а? Слушай, Жень, ну не издевайся, а? Катя предложила выпить за мое с Машей счастье. Ну и что? Ты выпил? Пару глотков. А потом, конечно же, вошла Маша и увидела все это. Если бы только это. Катя, я не понимаю. Как ты можешь бояться Костю? Ты же все время им помыкала. Это было раньше. Сейчас все по-другому. Обману. А потом всю жизнь буду мучиться угрызениями совести. Ну так все живут. Но тоже не едана голова, чтоб муж ни о чем не догадывался. И запомни, если мужчина любит женщину, он проглотит любую ложь. Да, но... Мне все равно неспокойно. Ты же знаешь, как ко мне относится Полина Константиновна. Возьмет, да и наговорит что-нибудь. Костя. Ничего. Ночная кукушка всегда дневную перекукует. Это как? Мужчина всегда тянется к жене и к детям. Такова жизнь, так мир устроен. Знаешь, у тебя все так гладко получается. Аж противно. Да, в Писании даже сказано. И отойдет муж от родителей своих. И прилепится к жене своей. Ну и ну. Я не перестаю тебе удивляться. Хочешь обмануть Костю? А сама Писание цитируешь? Не стыдно? Нет, не стыдно. Потому что я дольше тебя живу. И больше тебя знаю. И понимаю, в чем заключается жизненная мудрость. Получается в обмане. А скажи мне, ты сама смогла бы так обмануть папу? Здравствуй, Полина. Ой, здравствуй. Слушай, Полина, накорми меня, потому что я умру с голоду. Садись, сейчас, сейчас. Блин, да что с тобой? Ой, Витя. Здесь у нас такие дела. Маша сегодня захотела. Ну и что? Говорили про Лешу? Угу. Я ей объясняю, что у него был сердечный приступ, а она мне не верит. Говорит, что я его выгораживаю. Что, прям так сказала? Прям так сказала. Подвинила меня во лжи. Держится так, как будто я во всем виновата. Полин. Угу. Успокойся. Ну как я могу успокоиться, Витя? Ну почему мой Лешка такой несчастный? Ну почему он все время страдает из-за любви? Вот с Катей, когда встречалась, она его все время мучила. С Машей вроде все хорошо начиналось, а сейчас? Я считаю, что Леша страдает из-за любви, потому что он вовремя не разобрался своих чувств. Думаешь? Да. Ну помнишь, когда он собирался жениться на Кате и встретил Машу? Он же тогда уже любил ее. А с Катей не стал расставаться за свою врожденную порядочность. Ты так говоришь о ней, как будто она не твоя дочь. Я так говорю, потому что хорошо знаю ее. И сам недавно пережил подобную ситуацию. И Лешку твоего очень хорошо понимаю. Ему нужно было вовремя расстаться с Катей. Угу. Спасибо. Ешь, ешь. А как у нее с Костей сложится? Этот вопрос меня тоже тревожит. Ну-ка, Макарыч, извини. Придется пока пожить здесь, ничего другого не нашло. Да уж, за этот отель даже одной звезды не дадут. Сейчас что-нибудь найдем. Лева здесь не кстати ремонт устроил. Ну, ничего, вата какая-то. Разберемся. На, держи. Кстати, а где Лева-то? А? А, небось, в последний момент вздрейфил, в штаны наложил. Ну. Ну. Похоже, что так. Такую бурную деятельность развернул, чтобы вытащить тебя из ментовки. А сам вздрейфил. Ну, ладно. Я с ним встреч поговорю. Ладно. Ничего. Заживет, как на собаке. Хе-хе-хе-хе-хе. Я-то живучий. Ты мне скажи, зачем ты Леве-то понадобился? А? Хе-хе. Ему бы пришлось бы делиться с тобой, а? Ну, это ты у него сам спросишь. Когда найдешь, правда. Ну, когда встречу, я обязательно с ним потолкую. Угу. Хе-хе. Ну, а чего же ты пришел к северному выходу? А? А тебе-то какой интерес меня спасать? А? А? Ничего личного, Михаил Макарович. Мне просто... Нужны деньги. Много денег. Ага. Если я все правильно понимаю, весь гонорар теперь мой. Хе-хе-хе. Твой. Твой, Костя. Твой. Кожа все-таки сильно тебя зацепила. Надо какие-то бинты, что ли, искать. Она еще вата приложена. Ага. Подожди, сейчас. Давай. Ну, ты и дурак, Лешка. Полный дурак. Ты понимаешь, Жень? Когда я увидел Катю, мне стало жаль. Хм. Нашел, кого жалеть? Жень, ты не прав. Я сегодня всю ночь думал и понял. Виноват я перед ней. В чем? Ну, ведь я же ее бросил. Ну, да. А Костя подобрал. Ой, смотрю на тебя, Лешка, и удивляюсь. Катьку он пожалел. А ты вспомни, сколько раз она тебя бросала. Ну, это не значит, что я должен поступать с ней так же. Ты, конечно, благородный человек, но не до такой же степени. Жень, да при чем здесь благородство, а? Наши отношения с Катей закончились они как-то скверно. Ты столько раз сметался между Катей и Машей, что теперь сам не можешь разобраться в своих чувствах. Я вот тут вот недавно прочитал одну вещь. Тебя, кстати, касается. Чувство вины является оправданием своей безответственности. Понял? Ну, как? Это очень хорошо. А, да. Хозяйка Джинаида Степановна сама готовила. Она у нас крупный специалист по домашним наливочкам. Ну, еще по одной? Конечно. А ты не бойся, не переживай. Очень вкусно, правда. Вкусно. Голова утром болеть не будет. Извини, что я так на «ты» сразу перешиваю. Нет, конечно, конечно. Нет, Зо. Маша, а вы с нами? Я не пью. Так я, в общем, не пью. Я дегустирую. 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 Не хотите дегустирую? Нет, нет, спасибо. Я лучше чаю. Ну что? И что это? Твоя очередь говорит то, что... Значит так, приказываю. Исследовать все досконально. Во-первых, снять отпечатки протектора. Порыскать в округе. Ну, может быть, найдутся свидетели, свидетель. И к утру составьте мне подробный отчет. Я хочу знать, что это за машина. И главное, кто ее владеет. Ясно? Григорий Тимофеевич, уже ночь на горе. Исследовать все досконально. Спасибо. Спасибо.